Привет-привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать с возвращением в игрушку Sims 4. И ребятки очень часто в комментариях просят создать главных героев из фильма Сумерки. Я думаю, что многие их смотрели. Я, к сожалению, смотрела только первую, вторую, третью часть. Да, я дальше как-то не осилила, причем первая мне вроде как даже понравилась, но я тогда была еще юной маленькой девочкой, нам всем девочкам такое нравилось. А уже постарше, знаете, как-то в третью часть мы вообще пошли с подругой смотреть в кинотеатре, ржали всю дорогу и как-то вот, знаете, вот этих страстей, наверное, уже не поняли, уже, наверное, возраст не тот. Но, тем не менее, я ничего против этого фильма не имею, и я так поняла, что очень многим он нравится. И сегодня я решила для вас создать, так как у нас же вышло дополнение с вампирами, то есть как бы негоже было бы не записать создание Беллы, создание нашего главного Патчисона, вампира, ну, точнее, не его, мы будем создавать его прототип. И я думаю, мы попробуем с вами создать домик. То есть у нас будет Эдвард, Белла и дом Калинов, ну, какой он был в фильме. Я, конечно, понимаю, что Эдвард жил у нас с семьей, семью мы, может быть, даже добавим. То есть, в принципе, если вы напишите в комментариях, что вы хотите еще и всю семью, попробую создать всю семью. Я не гарантирую, что сделаю подобных персов, потому что, в принципе, это не так легко. Я полазила даже по Ютубу и особо, ну, знаете, таких вот похожих персонажей, да и, в принципе, создания я не увидела их. Но мы с вами же, бравые ребятам, попробуем сделать. В общем, сейчас я попробую создать Эдварда и покажу, какой он у нас получится. Поэтому не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, что я вам говорила. Действительно, создавать было почему-то его крайне сложно, и я, конечно, понимаю, что он вообще, в принципе, не особо похож на того персонажа, который мы ожидали получить, но, в принципе, ну, хоть как-то отдаленно, да, он похож. В принципе, может быть, 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 может быть. Окей, а ну не бомби, веди себя прилично Так, что мы для него выберем? Так, посмотрим, давайте любовь он будет хотеть найти И родственную душу Так, выбрать черты характера Каким же ты? Давай ты у нас будешь романтичным Ты у нас будешь интересоваться, будешь миломаном И сделаем тебя каким? Ой, пардон, ребятки, добрым что ли? Сделаем тебя добрым вампиром Окей, так, ну что, Эдвард у нас уже готов В принципе, теперь нам осталось сделать Беллу Я думаю, что я ее буду делать просто новым персонажем, барышню О, прекрасная Белла Я ее сделаю отдельным персонажем И пока что она не будет вампиром, будет человеком Иии, в принципе, будем приступать Чего ждать-то? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая у нас получилась Белла, друзья мои В принципе, мне кажется, что она чуть-чуть более похожа, что ли, получилась, чем наш Эдвард Но Эдвард у нас совсем какой-то стрёмный вышел Значит, сейчас нам нужно с вами подобрать для нее голос Я думаю, что такое будет неплохо, так, сосед по комнате, да, они с Эдвардом пока у нас будут просто с соседями И как ты у нас будешь ходить, нет, так, и я думаю, что для тебя мы что выберем? Ну, давай-ка ты у нас будешь стремиться, ну, можно тоже к любви, она будет хотеть у нас найти родственную душу Ты у нас будешь обязательно доброй Ты у нас будешь прекрасным семьянином И ты будешь у нас... какой? Ты у нас будешь... ну, пусть будет романтичная барышня Так, ну что, ребятки, наша семья готова Хотя это еще не семья, это просто наш набор персонажей Так, и я думаю, что сейчас нужно их где-нибудь поселить И, в принципе, сейчас мы с вами подберем место для жилья Потому что, насколько я помню, домик Каллинов не такой уже маленький Ну, опять-таки, кстати, в интернете я долго рылась, искала, где бы... Давайте заглянем сначала в Forgotten Hollow, посмотрим, насколько большие тут участки 30 на 30, в принципе, можно, конечно же, и в Forgotten Hollow Потому что тут, как бы, у нас живут вампиры То есть, отличное место А если мы с вами опять заглянем, просто опять строиться в том же Юкрасте я бы не хотела Просто потому что, во-первых, сейчас тут ничего нет 30 на 30, ага, у нас есть 40 на 30 Но мне кажется, что 30 на 30 нам должно хватить с головой В принципе... А ну, давайте попробуем переехать туда В общем, я искала очень много мест, очень много планов дома Каллинов Будет смеяться, но ходила все время разная Потому что как-то... Ну, у всех, видимо, то ли видения разные То ли версии какие-то разные по поводу их дома Но, к сожалению, какого-то одного варианта я не нашла Поэтому я буду создавать такую сборную солянку из разных найденных вариантов Поэтому сразу скажу, что идеальной точности, наверное, у нас с вами не получится Ну, будем стараться, по крайней мере Но, опять-таки, как получится, так получится, ребятки Не серчайте, не злитесь Постараемся сделать что-нибудь похожее Так... Дискомфорт Я понимаю, что ты у нас сейчас находишься и шипишь, и шипишь Ужасно шипишь Так, давайте посмотрим В принципе, мне кажется, что нам такого участка должно хватить Домик у них был, конечно, большой Но мы с вами сможем его сделать не очень огромным таким Поэтому... Смотрите, это что птичка у нас летит, да? Или какой-нибудь один из вампиров братьев пролетает Так, я думаю, что нам хватит такого размера Я думаю, что я сейчас начну строить И буду вам показывать основные стази Чтобы вам, ну, не было особо скучно Но постараюсь показать все важное Поэтому поехали, будем создавать домик каленов Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, смотрите. Значит, вот такой у нас получился домик, и давайте-ка мы как-нибудь с вами... О, опустились. Какой забавный Эдвард. Так, значит, ух ты, смотрите, какая красота у нас получается. Какой красивый этот самый... Рассвет, закат, нет, это у нас рассвет, кстати. А ну-ка, давайте посмотрим, как оно у нас... Блин, смотрите, как здорово реально смотрится. В общем, ребятки, рассказываю. Значит, размер домика, как вы понимаете, стал немножко меньше, чем он был. И, в принципе, цвета базовые. Вот я большую часть, конечно, мебели. Ну, не большую часть, там, хотя бы половину старалась брать из классического набора. То есть, то, что нам доступно из наших симов. Также я старалась подбирать, конечно, цвета, вариации, но... Ну, не все получилось, как я хотела. Но частично получилось, частично нет. Ну что, давайте сейчас посмотрим. Значит, начнем, наверное, с того, что, как я уже сказала в начале ролика, у нас план, в принципе, такого четкого плана я не видела. Фильмы, как вы знаете, я смотрела, и, как я опять-таки сказала, очень давно. И, наверное, это был начало универа, что ли? А может быть... Ну да, если не конец школы, то начало универа, первый-второй курс точно. Это где-то, ну, почти 10 лет назад. В общем, поэтому я досконально не помню, что у нас где должно было находиться. Значит, к сожалению, у нас, как вы знаете, машин здесь нет, поэтому гаражики я делала такие вот... Ну, визуально они у нас есть, а в принципе они не функционируют. И я разместила здесь две вот такие вот машины. Ой, куда пропали? Так, не пропадай. Две машины. И, конечно же, они как бы въезжают в гараж. Давайте... Понятно, у нас... Мы въезжаем крайне мало, и почему-то шифт у нас принципиально не хочет работать. То есть я вот сейчас шифтую, а будем тогда боком двигаться, как обычно. Так, отдаляемся. И вот, смотрите, тихо. Нас так подбросило вверх, что прям вот не надо так делать. Вот. Значит, заходим. И здесь у нас тоже стоят две машины. Ну, я просто их так, знаете, добавила чисто, чтобы было, как называется. То есть имитация гаража. Здесь у нас, понятно, всякие полочки, всякие вот там шкафчики стоят. Ну, в принципе, классический гараж. И сзади у нас есть выход, получается, на задний двор. Но мы на задний двор пока что отправляться с вами не будем. Мы лучше с вами отправимся в сам дом. Значит, вход у нас здесь. Как вы знаете, у Калина в дом был на камнях таких. То есть у нее там была рельефная, скажем так, площадь, на которой он был размещен. Но у нас, как вы знаете, в четвертых симах оно не меняется. Брать почту никакую нельзя. И я просто создала имитацию вот камней, что типа вот у нас тут камушки есть, все дела. Ну что, давайте попробуем сейчас отправиться в дом. Дано тебя. Не смей подниматься. Понятно. Переходим на таб. И сейчас я вам устрою экскурсию. Опять-таки я строила по памяти, по фотографиям. То есть идеально у нас ничего-нибудь не получилось, понятное дело. Значит так. Это у нас входная прихожая. Я здесь добавила какие-то предметы. Я добавляла от себя. Ну, чисто по логике я здесь решила добавить зеркало. Маленький диванчик для сборов. Здесь у нас стоит вот такой вот, ну, скажем так, кофейный столик. И тут у нас находится гостиная. Здесь, правда, вон телевизор такой маленький я разместила. Я, честно вам сказать, не помню, где у них вообще была эта гостиная именно с телевизором. Значит, здесь у нас первая гостевая, скажем так, ванная комната. У нас тут есть ванная, туалет, понятное дело, раковина, ну и душевая кабина. Так, и здесь, понятное дело, что у нас вот такое вот стеклянное, стеклянные эти окна. А какие еще бывают окна? Ну, в общем, не важно. Значит, сейчас мы с вами поднимемся на второй этаж. То есть первый этаж у нас такой сугубо для гостей. Ой-ой-ой-ой-ой. Простите, пожалуйста, ребятки. Давайте-ка опустимся и вот так пройдемся. Угу. Отлично, мы уже с вами внутри. Надо чуть-чуть выше. А, тихо-тихо. На паузу. Е, е. И все, мы с вами сверху. Значит, здесь у нас получается второй этаж. И здесь у нас как бы холл этого второго этажа. Из холла второго этажа мы с вами можем попасть, получается, в небольшой такой... Точнее, нет, это у нас, наверное, самая большая ванная комната. Тут у нас душевая. Пол-джакузи, ну, такая большая ванная. Туалет и раковина, понятное дело. Ну, зеркало, все дела. Дальше, если мы с вами пройдем... Здесь у нас, смотрите, по-моему, на палочку корицы, похоже немножко, это торшер. Здесь у нас кухня. В принципе, у нас тут огромный холодильник стоит. Тут небольшая столовая, где можно, в принципе, перекусить. И здесь у нас находятся, получается, все кухонные принадлежности. Причем еще и под углом, как вы видите. Если мы пройдем чуть дальше, мы с вами можем выйти на балкон. Вот это интересное строение. То, что, в принципе, чем подкупал этот дом изначально. Тут у нас стоит, получается, столик, шесть стульчиков, всякие зелень. Чем я помню... А, ну и тут я фонарики такие вставила. Чем я помню первый раз меня затронул этот дом. Ну, так реально очень понравился. Тем, что он сочетал в себе дерево белый цвет. Такой, знаете, чистый и много зелени. То есть, он такой был, ну, реально очень свежий. В эко-стиле. Большие окна, огромные стеклянные. В общем, реально произвел впечатление. Дальше у нас идет коридор. Дальше, дальше, дальше. И первая комната налево. Это спальня. Чья спальня? Не помню, ребят. Давайте только не это самое. Не бомбите, потому что я реально не помню, кто где жил из них. Я помню, что Эдвард жил наверху. Это самое главное. Значит, вот такая вот спальня. Довольно-таки строгая у нас получилась. И чуть дальше, опять-таки, очередной у нас душ и туалет. Ну, в принципе, понятное дело. Их там сколько жило? Шестеро. Ну, мне кажется, как минимум три туалета только для них с ванными должны были быть. Значит, тут у нас ванная-душевая, скажем так. Туалет и раковина. Так, тихо. Ванную нам пока не надо. И поднимаемся выше. Хоп. Ку-ку-ку-ку-ку. Куда это мы зашли? Ой, мы немножко не туда зашли. Мы с вами ошиблись. Прошу прощения. Так, значит, заходим. И это у нас третий этаж. Значит, начнем по... О, смотрите, а сейчас мы что-то летать начали. Прикольно. Тем более, я даже сейчас не шифтую. Значит, здесь у нас такой вот коридорчик. Если мы пройдем направо, то у нас тут... Тут будет... Как раз, по-моему, вот это была спальня Эдварда. И тут у него даже выход на балкончик. То есть, можно выйти, подышать свежим воздухом и вернуться обратно. Мне кажется, нам надо тихо, чуть ниже опуститься. Вот. Мы с вами теперь как на коленках ходим. Так. Ой, блин, ребят, стоп. Стоп. Я тут горшок поставила. А тут у нас не должен стоять горшок с цветком. Горшок с цветком мы с вами... Давайте вот уточки поставим. Чтобы сим, в принципе, мог проходить. Так. Переходим на таб обратно. Сейчас мы в ту комнату тоже зайдем. Значит, выходим отсюда и здесь у нас... Тихо. Вот увеличая скорость, теперь совсем неудобно стало. Здесь у нас... Да ладно, и здесь мы с вами заставили. Что ж такое-то? Криво как. Давайте тогда сделаем так. Здесь продадим этот диванчик. Мы с вами вот сюда переместим шкаф. А здесь мы с вами, допустим, поставим просто... Нет, не туда. Просто какое-нибудь креслице. Вот такое, например. Вот такое креслице. Так, все, вернулись. Возвращаемся в наш классический... Так, у нас тут хоть пауза, пауза. Это мы где? А, это мы к Эдварду вернулись. Пардон. Пардон. Заходим в эту комнату, значит. И здесь у нас тоже вот такая вот спальня небольшая. И здесь налево, если пройти, то тут у нас ванная комната. В принципе, она по-другому, насколько я помню, в фильме была. Но вы видите, у нас маленькая площадь. То есть, в принципе, у нас частичная импровизация даже при строении этого дома. То есть, мы сохранили общие черты. Ну, а если мы пройдем... Значит, сюда направо у нас тут еще одна небольшая такая ванная комната. То есть, допустим, у каждой спальни своя ванная комната. Мне кажется, это вполне логично. И если мы пройдем сюда, то здесь у нас, по-моему, комната родительская спальня. Потому что она у нас самая большая получается. Тут у нас шкаф, большая кровать, всякие, в общем, полочки, шмолочки. Тут у нас даже такое вот трюмо для мамы. И, в принципе, для главной этой там барышни, которая была. Вот, видите, я даже имена их всех не помню. В общем, вот такой у нас получился домик Калинов. Мне кажется, что смотрится он, в принципе, очень даже неплохо. Крышу, я правда, сделала чуть больше, чем она была. Потому что, насколько я помню, она была более плоской. Но так как я хотела ее довести вот до этого уровня, то пришлось, к сожалению, ее сделать такой вот более-менее, ну, подлиннее, скажем так. Ну что, друзья, я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Я, честно говоря, не знаю, ну, надеюсь, что получилось хоть немного похоже. А, ну и задний двор. Задний двор я, в принципе, сугубо сделала из леса такого. Потому что, насколько я помню, там были сосны такие высокие, по которым этот Эдвард карабкался. Поэтому мне кажется, что они вписались сюда идеально. Вот такой небольшой домик у нас получился, друзья мои. Я надеюсь, что вам он понравился. Знаете, что бы я сделала? Я бы, наверное, здесь... А, ну, правда, нет смысла. Хотя можем добавить. Я бы здесь тоже окна добавила. А то у нас как-то вот эта стенка, она, мне кажется, очень выделяется. Ну, хотя бы парочку окон. Давайте вот так. 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 Ну да, у нас тут отражается... Блин. У нас тут, получается, картины висят на стеклах. Давайте-ка картины мы, допустим, здесь. Одну картину мы повесим. Вот. Вот здесь, допустим, вот этот прекрасный пейзаж, будем считать, городской. Вот здесь. Так, в общем, вот такой у нас получился домик, ребятки. И, в принципе, ну, мне лично нравится. Ой, мамочки, как нас штырится с вами. Мне лично реально он понравился. Я надеюсь, что он и вам понравился. Потому что, ну, прикольно строить такие домики по мотивам каких-то там фильмов, игр и так далее. В общем, если вы хотите какие-то еще домики увидеть в игре, допустим, вот вам нравится какой-то там, не знаю, сериал, фильм, мультик. Или вы бы хотели увидеть что-нибудь подобное, заказывайте. Попробую для вас что-нибудь построить. Ну, может быть, получится. Я надеюсь, что у вас все хорошо, что у вас будет хорошее настроение. Если оно плохое, а если оно у вас и так хорошее, то я очень за вас рада. Я желаю вам всем хорошего настроения. Да, понятно, только что я сказала про настроение. Но все равно я вам желаю всегда хорошего настроения. Отличного, чудесного дня. Встретимся в новых сериях. Кстати, ребятки, если вы хотите, чтобы мы поиграли за эту семью, в принципе, чтобы я еще создала персонажей. Ну, дополнительных там, касательно Калинов и так далее. То обязательно пишите в комментариях. А также не забывайте ставить лайк и нажимайте на колокольчик возле подписки, чтобы быть в курсе жизни канала. А я с вами прощаюсь, друзья мои. Желаю хорошего дня, удачи и добра всем. Пока-пока.